Мой кот принёс домой очень большую мышь, и теперь не знает, что с ней делать. Это уже не мышь, это уже мышца. Очень боюсь его выпускать. Тапком и лазом кранты, переедь на недельку в другое место. Однажды Эрнест Хемингуэй поспорил, что сможет опубликовать грустный рассказ в 4 кадра. Ух ты, это что за штука? О, какая удобная лежанка, и так можно лежать, и так. Блин, лучше бы я не знал, для чего эта штука. Мама, по телефону. Конечно, тётя Клава, Артём сможет прийти и посмотреть, что там с вашим компьютером. Я, который просто сидел и занимался своими делами. Колд-центр. Я вас слушаю, что случилось. Видно дно миски? Человек не реагирует? Попробуйте потыгдыкать, если не сработает, вызову подкрепление. Редкий кадр фотографу удалось запечатлеть, как из котёнка вырывается его истинная сущность. Я должен тыгдыкать в 5 утра и просить жрать. Уникальное фото. Котёнок впервые видит, сколько стоит его корм. Как спит мой кот, после того, как я встал в 5 утра от его ора и насыпал корм в миску, а он понюхал и не стал есть. Просто коты ночные хищники. Кот ночью добыл себе еду и на этом успокоился. Когда ищешь самое больное место на спящем хозяине, чтобы наступить. Мочевой пузырь утром никогда не подведёт. Кот неистово просит у меня мою еду. Я даю еду коту. Это чё за фигня? Свои листья сам жри. Я от всей души хочу тебя поздравить. Это с чем ещё? С днём душнивы. Вообще-то он завтра. Ну ты душнива. И да, друзья, всем привет. Меня зовут Алексей Сова. И сегодня у нас новая подборочка мемасов с котиками. Поехали. Вы тоже чувствуете какую-то странную вину, когда тратите собственно заработанные деньги на свой комфорт? Как ты мог поехать на такси? Не вини нас, мы же пельмени по акции купили. Кто-нибудь пробовал выкинуть все пакеты и начать жить с чистого пакета для пакетов? С ума что ли сошёл пакет для пакетов выкинуть? Зачем человеку руки? Есть несколько причин. Держать кота. Гладить кота. Заботиться о коте. Отдать все свои деньги во благо кота. Я после того, как 56 часов подряд залипал на сериал и дошёл до самого интересного места только для того, чтобы узнать, что следующий сезон выйдет только через два года. Крики паники и полного отчаяния. Купил коту корм каждый день? Купи нормальный и себе что-то, нищеброд. Кот сына маминой подруги. Я и посуду мыть умею. Ага, нехватка чая со всяким вкусненьким. Так и знав. Как это не моя дочь? Она же вылитая я. Каждый день мне приходится смотреть на этот лавкрафтовский ужас. Там вместе с его глазами должно быть написано «Голод». Сейчас, меня хватит. Нужно взять себя в лапки. Нужно быть сильнее. Может, ты хотел сказать «быть»? Нет. А ещё надо заняться делами, у меня режим. Ты хотел сказать «режим»? Нет. Ты же говорил, что тебе тридцать с половиной лет. Всё верно, тридцать с половиной, итого сорок пять. Математику учить надо было. Расскажите немного о себе. Пожалуй, не буду, мне всё-таки нужна эта работа. Но почему нам следует взять вас на эту работу? Ну, вам же нужен сотрудник. Ты гладил нас весь день, кормил вовремя лучшей едой? И в целом, ты был с нами очень ласков. Но уже пять минут мы не наблюдаем ничего из вышеперечисленного. Не буди в нас зверя. Мой заботливый кот следит, чтобы я случайно не сварился в чане. Кто пишет, он рыбачит, идиотов ловит, а ты, судя по второй пикче, попался. Где лучшие тусовки? В моей комнате. Кошка, царь зверей и король вечеринок. Любой каприз за ваши деньги. У меня только двести рублей. Тогда не капризничайте. Что мне говорят? У тебя есть три недели. Что я слышу? У тебя есть один день через три недели. Точнее, несколько часов. Прокрастинация. Моё второе имя. Любимый, твой ужин готов, иди кушать. Я отравила твои любимые пельмени. Может, отварила? Нет. Опять спина болит, да что ж такое? Я в детстве пересматриваю одни и те же кассеты пять тысяч раз. Я сейчас имею в распоряжении доступ почти ко всем фильмам в мире. Мне нечего смотреть. Кто пишет сейчас, имея доступ почти ко всем фильмам, пересматриваю старые фильмы по сто раз. Это называется старость. Нет, это потому что современные фильмы... Какашка. Зачем я цензурю слово говно? Оно ж вроде нормально. Мне с тобой так хорошо и легко. Замуж возьмёшь меня? Вот сейчас тяжелее уже. Я бы сказал, как бетонной плитой придавило. Это я отправляюсь в геройское путешествие в магазин за сыром косичкой. Ха, маску для лица зафигачу и нормально будет. Вот что я имею в виду, когда говорю, что люблю дорогие вещи. А не эти ваши айфоны, макбуки, тачки и всё такое. Когда притворился бутылкой, чтобы взяли в путешествие. Когда ты сделала свои волосы и ногти идеальными, но всё, что он заметил, это пропажу денег с его карты. Когда решил показать хозяину самое красивое, что у него есть. Моё лицо, я внутри. Злая и хитрая собака. Хе-хе. Когда коробка одна, а рыжих жомб две. Как пахнет весна. Ммм, майскими шашлычками. Снова, блин, не выспался. Сдохни, дай еды, если не сдох. Сейчас, чтобы узнать название понравившейся песни, её можно зашазамить. Загуглить текст, спросить в комментариях. Даже в гугл напеть можно. А раньше, чтобы узнать название понравившейся песни, нужно было просто жить дальше. Я обязательно дождусь. Когда ты в продуктовом и вдруг видишь старого знакомого из школы. А я батон. Я смеюсь над смешным мемом. Кот на коленях. Мне этот ваш дурак непонятен. Я хотела гадания. Что делать 14 февраля, если нет пары? Как вы выживаете? Заказать праздничный сет еды на двоих со скидкой в честь праздника. Сожрать в одну харю. Я, когда ставлю музыку на случайный порядок, а он начинает играть не те песни, которые я хочу. Я сейчас буду психовать. Ваш консьерж, Валентина Константиновна. Здрасте, Валентина Константиновна. Подозреваемый. Я ничего не скажу. Полицейский. Точит нож. У нас есть способы заставить людей говорить. Отрезает кусок торта. Подозреваемый. Можно мне кусочек? Полицейский. Торт только для тех, кто отвечает на вопросы. К вам герцог Катинский с визитом. Я язычок тебя. Хорошо, спасибо. Котик, я застрял, а можешь приехать? У меня лапки. Я тебе давно говорю, заведи себе мужика. Мам, я суп доел. Давай 200 рублей на мороженое и колу. Я. Чья ты собачка? Собака. Я твоя собачка, твоя, твоя. Крутится, прыгает. Я. Чей ты кот? Кот. Собственничество, это солипсийская парадигма, моя дорогая. Однако, если бы я определял себя как принадлежащего кому-то, то это был бы я сам. На этой ноте я... Не трогай меня. Это я, когда отказалась от одной импульсивной покупки и в награду совершила три другие. Сила воли. Я мечтаю о том, как распределяющая шляпа отправляет меня в Гриффиндор, распределяющая батина шапка. На завод. Работник сильно устал. Бро, я у тебя чай забыл. Да, спасибо. В смысле? На них можно смотреть вечно. Русалки мечты, кто пишет мурсалочки. Моя поддержка во время работы выглядит как директор. Это точно кот, граф Мрякула? Как же они подходят друг к другу? Котики с любовью. Хозяина видно сразу. Секрет раскрыт. Кто пишет, не показывайте это ученым. Внимание, лапы котика. Спасибо за внимание. Коротко про то, что есть в дамской сумочке. А вот это идеальный вариант, я считаю. Малыши решили согреться. Лицо таксиста, когда ты хлопнул дверью. Я тебя ща по морде хлопну. Это есть настоящая любовь к хозяину. Как хорошо провести любой день. Шикарные планы. Как же быстро летит время. Кто пишет, был булочкой, стал буханочкой. И усишки у него прикольные. И борода. Прям дартаньян такой. Это самый лучший брелок. Идеальный подарок. Этот котик закончил Муркиндор. Психиатр. Вы никогда не слышали голоса в голове? Я. Нет. Другой я. То есть тебе стыдно показывать меня друзьям, да? Дома поговорим. Крик безумия. Когда родители сказали брать с собой в поездку только самое важное. Ручная гладь. Ищу работу. Вот метла, начинай мести. Извините, но я закончил МГУ. Ого. Давай покажу как. Я злой с утра на всех кричу. А потом такой. Блин, я ж милашка. Чё я делаю? Неси, мать, котлеты, рулеты. Дочь домой пришла. Утро недоброе. Как и я, собственно. Вы мышь. Для тебя кто угодно. Невыносимая тяжесть бытия. Я. Я после того, как в свой выходной встала с кровати. Надо полежать, старушка устала. Ну вот зачем ты себя накручиваешь, а потом страдаешь? Ну, охота тебя побесить. Ничего не спрашивайте. Я сегодня не в настроении быть смешнявкой. Занимаюсь салообразованием. Это прям я на выходных. Студентам быть непросто. Зачем вы будите меня в 14 часов утра? Если вам плохо, не делайте плохо другим. Пошли пить чаёк. Я максимально серьёзен. Я желание уволиться с работы прямо сейчас. Мой кот. Кот сына маминой подруги. Он не только посуду мыть умеет. Из тебя, наверное, выйдет хорошая жена. Это предложение? Предположение. Две чайки и две чайки под прикрытием. Ноженьки, озябли, морда синяя. Как оно прекрасно, утро зимнее. Когда решил вздремнуть 20 минут, а проснулся спустя два световых тысячелетия. Где мой завтрак? Книги рецептов, страница 39. И да, друзья, вот к этой картинке вы можете придумать прикольную подпись и написать свой вариант в комментарии под этим видео. И лучшие из них попадут в следующий выпуск. Поддерживайте этот ролик лайком, подписывайтесь на канал, если ещё не подписаны, и смотрите другие мои видосы. Чекайте все ссылочки в описании, а впереди вас ждут ваши лучшие комментарии к предыдущему выпуску. С вами, как всегда, был Алексей Сова. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!